До единого дня голосования остается чуть больше месяца. Жители городского округа в этот раз могут проголосовать в том числе и по системе мобильный избиратель. Этот механизм позволит прийти на выборы в любой точке страны, вне зависимости от места постоянной регистрации. Подать заявление на изменение участка для голосования можно уже сегодня. Иногда нам кажется, что голос одного человека – это капля в море. Но правда ли это? Заявить о себе и использовать свое право проголосовать? Почему это все-таки важно? Наша съемочная группа с таким вопросом обратилась к жителям города. Если я не пойду на выборы, значит мой голос кто-то другой заберет. А если я проголосую, значит я люблю свою родину, где я проживаю много лет. Поэтому мой голос важен в этих выборах. Каждый должен сделать свое решение. Я хожу все время, мне это нравится. Ну и вообще хочу быть в событии России, в событии нашего города. Всегда ходим. И детство ходит, и жена ходит. Выбор, конечно же, за нами, за гражданами. Отпуск или командировка не станут помехой для участия в предстоящих выборах. Заявление от граждан, которые хотели бы проголосовать по месту своего нахождения, а не регистрации, можно подать во всех региональных МФЦ и территориальных избирательных комиссиях. Проще всего это сделать, не выходя из дома, воспользовавшись сайтом госуслуги. Особенно это актуально для тех, кто уже сегодня находится в отъезде. Заявление о включении в список избирателей по месту нахождения можно подать самостоятельно через портал госуслуги. Если говорить о наших горожанах, это уже очень актуально для тех, кто находится уже сегодня за пределами города и не планирует до дней голосования в город возвращаться. Напомним, в этот раз голосование продлится три дня – с 17 по 19 сентября. Жители округа выберут законотворцев Госдумы и Тюменской областной думы. И от выбора каждого зависит наше будущее. Карина Щербакова, Евгений Садыков. Программа «Время местное».